МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...с последствиями халатности строителей. Работники уголовно-исполнительной системы отметили свой профессиональный праздник. Погода выше климатической нормы, но это ненадолго. Прогноз от синоптиков на неделю в сегодняшнем выпуске. Ну а теперь обо всем подробнее. Сегодня состоялось очередное заседание правительства Рязанской области. В ходе работы обсуждалась актуальная сейчас тема. Тема ремонта региональных автомобильных дорог. Объем дорожного фонда в этом году у нас, мы ожидаем, повыше, чем в прошлом году. Ну, значительно выше, если, конечно, не упадут доходы. То есть пока плановый объем – это 3,5 миллиарда рублей. В прошлом году у нас было 2,5 миллиарда по факту. Понимаете, да? И это говорит о том, что надо эффективно работать, во-первых, и качественно работать, во-вторых, и смотреть за количеством. Поэтому в апреле надо выходить на плановые работы. И также глава региона потребовал от руководителя Росреестра наладить работу с гражданами. Потому что от людей и предпринимателей поступают жалобы на организацию работы этого ведомства. Получается, чтобы подать или получить документы, человеку нужно потратить целый день, а иногда и больше. Специалистов на приеме не хватает. Завершают работу раньше окончания рабочего дня. Это что за безобразие такое? Режим работы неудобный. Такого давно в Рязанской области не было. В результате очереди масса недовольных людей. Но я думаю, вас это тоже не устраивает. Меня не устраивает это точно. Поэтому я прошу скорректировать режим работы ведомства с учетом интересов граждан. Ну а теперь о бытовых проблемах горожан. К нам в редакцию обратились жители дома по улице Старое село. Это в микрорайоне Дашково-Песочня. Совсем недавно они отметили новоселье. И сразу ощутили на себе ошибки застройщика, которые были допущены при строительстве многоэтажки. Устранять теперь негативные последствия в квартирах, естественно, никто из ответственных лиц не собирается. Плесень на стенах. С такой проблемой столкнулись жители совсем нового дома. В эксплуатацию он был сдан всего лишь полтора года назад. По мнению жильцов, причиной повышенной влажности в квартирах является вытяжка. При закрытых окнах она не выполняет свои функции. Плесень на стенах. Течет все по стенам. То есть рукой проводишь, все это мокрое. Внизу образовываются лужи. Естественно, после этого начала образовываться плесень. Отходят обои. Ремонт можно переделать просто из-за этого. Естественно, у меня дети, двое детей. Все это в плесени. Естественно, это не является нормой. Писали заявление управляющего компанией. И тишина. Приходили, смотрели, и опять тишина. То есть вы уверены, что это все-таки петишка? Так она не работает. Сомнений вызывает наличие смысловой нагрузки вот такого дизайнерского хода строителей. По всей видимости, изначально эта комнатка предполагалась как балкон. Но утепленный с выведенным отопительным оборудованием и, собственно, котлом, который, кстати, по всем нормативам в холоде находиться не должен. Но изначально нам сдали такие квартиры, сказали, что это все утеплено, что у вас ничего не будет промерзать, что мы вам вывели сюда отопление, что у вас здесь стоит котел, это отапливаемое помещение, это не балкон. И что они в итоге хотели из этого сделать, это непонятно. Потому что, ну, это отапливаемое помещение. Никаких балконных блоков они не поставили, ничего. Там, да, находятся две батареи. И зачем мы там тупим, непонятно. Но там еще газовый котел. Как получается, если мы сейчас их отключим, он будет просто там в холоде. А в этой квартире от плесневелого не до балкона было решено отгородиться стеклянной стеной. Проблема таким образом была решена, но лишь частично. У нас стекли стены, появилась плесень, ободрали все обои. И, значит, две зимы мы отзимовали. Нам, значит, застройщик предложили, поставили нам балконную дверь. То есть мы как бы отсоединились от этой плесени, но проблема остается. Как заявил представитель строительной компании, дом снаружи был утеплен лишь частично. Отсюда и вечно сочащаяся вода. Управляющая компания пытается повлиять на застройщика, чтобы тот устранил недочеты своей работы. Все необходимые справки жильцам были предоставлены. Но отклика по каким-то причинам до сих пор не последовало. Мы обращались к застройщику. Застройщик никаких действий не предпринял. Мы обратились в жилищную инспекцию. Жилищная инспекция нам дала свой ответ о том, что это вина застройщика, что застройщик должен устранить эту проблему. Но застройщик до сих пор бездействует. До каких пор нам ждать, мы не знаем. Проблема, с учетом того, что дом не заселен весь еще, проблема где-то у 50% на сегодняшний момент мы собрали подписи. Если 90 квартир, то 40 подписей у нас есть о том, что такая проблема у них существует. И как долго это будет продолжаться, неизвестно. Они, может быть, ждут, чтобы закончился гарантийный срок, и после этого просто спустить это все на тормоза. Жильцы дома продолжают направлять коллективные жалобы во все необходимые инстанции и надеются на то, что их детям не придется и дальше жить в доме, покрытом опасной для их здоровья плесенью. Накануне работники Уголовно-исполнительной системы России отмечали свой профессиональный праздник. Современная отечественная система в Сен не так давно подверглась масштабной реорганизации. Теперь она стала более открытой и прозрачной для всего общества. 136-ю годовщину со дня образования Уголовно-исполнительной системы ее работники отмечали 12 марта. Ну а 16 числа в честь этого праздника во Дворце молодежи состоялось торжественное собрание. На нем присутствовали ветераны, курсанты Академии ФСИН России, сотрудники Уголовно-исполнительной системы, а также представители региональной и городской власти. Слова благодарности и самые теплые пожелания звучали из уст выступавших. Так, вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Филимонов отметил высокий профессионализм, грамотность и ответственность сотрудников Уголовно-исполнительной системы, а также тот вклад, который в становление этой системы внесли ветераны. Они многие годы своей жизни отдали добросовестной работе в системе ФСИН России и в Академии. Самоотверженно сражались за нашу победу и освобождение нашей Родины в годы Великой Отечественной войны от фашизма. Вам, дорогие ветераны, особое поздравление сегодня и слова благодарности за ваш огромный вклад в победу, в работу по восстановлению нашей страны, за становление Уголовно-исполнительной системы. Приятно видеть здесь вас в зале, в здравии, в строю и вы всегда останетесь для всех нас примером небывалого мужества, силы духа, доблести, чести, трудолюбия, преданности долгу и Отечеству. По окончании своей речи Сергей Филимонов вручил региональные награды сотрудникам системы и юбилейные медали, выпущенные к 70-летию победы в Великой Отечественной войне ветеранам. Зал аплодировал им стоя. С поздравительной речью ко всем собравшимся обратился и председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин. Он отметил, что на нашей земле накоплен достаточно большой опыт организации эффективной работы учреждений уголовно-исполнительной системы, ведь в Рязани работает один из ведущих профильных вузов России. Сегодня в пенитациарной системе реализуется концепция развития службы до 2020 года. Реформирование направлено в первую очередь на гуманизацию процесса отбывания наказания, строжайшее соблюдение законодательства, обеспечение прав заключенных. Укрепляется взаимодействие с органами власти, общественными институтами, средствами массовой информации, церковью. Этим процессом способствует деятельность, во многом способствует деятельность уполномоченного по правам человека в Рязанской области. Опыт Рязанского управления перенимается коллегами из других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Этому свидетельствуют системно проходящие научно-практические конференции в нашей Академии. Из рук Аркадия Фомина сотрудники ВСИН также получили награды и почетные грамоты Рязанской областной думы. Да, я сегодня получила первую свою такую высокую награду. Надеюсь, конечно, не последнюю. Планирую продолжать службу в уголовно-спалантной системе. Очень мне нравится служба в уголовно-спалантной системе. Горда собой. В первую очередь огромное спасибо своим родителям, папе, маме за то, что воспитали. Я надеюсь, такого уже взрослого человека, который дослужился до майора, находится на хорошем счету. Ну а после официальной части всех гостей ждал праздничный концерт. Сотрудники областной госавтоинспекции сообщают подробности аварии, произошедшей вчера вечером на улице Костачева. Там подросток, управляя мопедом, сбил шестилетнего ребенка. Юные скутеристы взялись за старое. Ранняя весна поспособствовала активации водителей двухколесного транспорта. И вот первые печальные результаты подобного попустительства. Вечером 16 марта в Рязани во дворе одного из домов на улице Костачева 14-летний подросток на скутере сбил шестилетнего малыша. Мальчик получил серьезные травмы. 14-летний школьник, управляя скутером «Ирбис», совершил наезд на шестилетнего ребенка, который гулял в своем дворе без сопровождения взрослых. После чего скутер совершил наезд на припаркованный автомобиль «Шевроле». В результате дорожно-транспортного происшествия шестилетний мальчик с переломом костей таза, сотрясением мозга, ушибами и ссадинами был доставлен в больницу и госпитализирован. Ну а сам юный нарушитель, несмотря на отсутствие защитного шлема, отделался легким испугом. Подросток катался на скутере своего товарища. Он находился на транспортном средстве без мотошлема. Как поясняет юный водитель, ребенок неожиданно выбежал из-за припаркованного транспортного средства. Подросток резко начал тормозить, пытаясь уйти в сторону. Однако наезда избежать не удалось. Еще одна беда российских дорог, помимо самих дорог, пьяные водители. Только в этом году в нашем регионе прав за данный вид нарушения лишились почти тысячи автомобилистов. Ну тебе материалы лучше куда направлять? По месту твоего жительства и по месту временной регистрации? Давайте это, ребята. Никуда не будем направлять, а? Напоминаем, что с 1 июля 2015 года за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения будет предусмотрена уголовная ответственность. На чужих ошибках, как обычно, учиться никто не хочет. Грустно и добавить нечего. Рязанские дорожные полицейские просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 8 марта 2015 года в период с 16 до 17 часов на автодороге Рязань-Солоча на перекрестке развлекательного комплекса в некотором царстве и биатлонной трассы Алмаз. Там автомобиль ВАЗ-2109 насмерть сбил велосипедиста. Позже выяснилось, что погибшим велосипедистом оказался мастер спорта по тяжелой атлетике преподаватель Рязанской сельхозакадемии Сергей Цирков. Все, кто обладает какой-нибудь информацией об этом ДТП, дорожные полицейские просят сообщить в дежурную часть ГИБДД УВД Рязанской области, либо по телефону 8-910-645-00-00. И еще одна трагическая новость пришла на этой неделе. 14 марта в Москве, не дожив несколько часов до своего 78-летия, скончался известный русский писатель Валентин Распутин. Сегодня в Храме Христа Спасителя состоялась панихида. Писатель завещал похоронить себя в Иркутске на территории Знаменского монастыря. Русский писатель Валентин Григорьевич Распутин родился в поселке в Иркутской области. Валентин Распутин – яркий представитель деревенской прозы. Многие его произведения получили театрализованное и кинематографическое воплощение. В свое время Максим Горький сказал о Федоре Достоевском, что он, Достоевский, больная совесть России. Вот несколько перефразируя вот этот горьковский афоризм, я бы сказал о Валентине Григорьевич Распутине так, что он, Распутин, чистая совесть России. Именно чистая. В них чистота страдания, чистота сочувствия этим садающим людям, чистота понимания смысла настоящей жизни. Вот кто такой Валентин Распутин. Осенью 1988 года писатель был в Рязани. Принимал участие в выездном секретариате Союза писателей. Страстное патриотическое выступление Валентина Распутина запомнилось многим участникам тех событий. Валентин Распутин, когда я впервые его увидел, я в то время, это было в середине 70-х годов прошлого века, я тогда в то время возглавлял в Рязанскую писательскую организацию, и я тогда увидел впервые Валентина Григорьевича Распутина. Он приезжал в Рязань с группой писателей. Я встретил их на границе Московской и Рязанской областей и сел рядом с ним, потому что уже я читал его произведение, я сразу, конечно, признался ему в любви. Он немножко смутился. Простой парнишка сидит, простой парень, колхозник. Какой-то пастух, так сказать. И он к себе сразу вызвал какое-то умиление и хочет ему рассказать душу. Вот такое вот. Прощание с классиком отечественной литературы пройдет в Москве и Иркутске. В воскресенье 15 марта Валентину Распутину исполнилось бы 78 лет. Ну а теперь о другом. А конкретно о ранней весне и о возможном подтоплении некоторых населенных пунктов. В администрации Рязани прошло совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В связи с резким потеплением АК вышло из своих берегов раньше времени аж на месяц. В администрации города по этому вопросу состоялось заседание, на котором собрались представители регионального управления МЧС, гидрометеоцентра и чиновники муниципалитета, чтобы обсудить методы взаимодействия структур между собой в этой ситуации. А между тем представители ГИСМЕТИО сообщили, что сильных подтоплений в этом году можно не ожидать. В целом же, по прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидается еще довольно теплая погода. А вот что будет с температурой воздуха дальше, расскажет Наталья Новикова. Преждевременное апрельское тепло и солнце. Такую погоду устроил нам мощный антициклон северо-запада. Он продвигается на юг, еще ближе к нашему региону и сулит продолжением солнечных и теплых дней с температурными рекордами. Неделя началась с сухой, ослепительно-солнечной погодой, как будто мы перешагнули в следующий весенний месяц. 16 марта был побит очередной рекорд максимальной температуры воздуха. В 2007 году он составил плюс 5,9. В этом году температура поднялась до отметки 8,9 градуса. Хорошо и то, что тепло и солнце будут радовать нас всю рабочую неделю. 17-20 марта ожидается без осадков. Ночная температура воздуха минус 1, минус 7, днем плюс 4, плюс 10. И наблюдается большой суточный ход от небольших минусов ночью до апрельских температур и днем. А вот к выходным 21-23 марта территория области окажется в зоне атмосферных фронтов североатлантического циклона. Поэтому уже ожидается облачная погода, временами осадки в смешанной фазе. Как известно, у природы нет плохой погоды. А после того, как она подарила нам столько внеплановых солнечных дней, огорчаться по поводу похолодания точно не стоит. Тем более весна есть весна. И журчащие ручейки в компании поющих птичек никуда одна с вами не денутся. На этом наша информационная программа подошла к концу. Далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет главный тренер юношеской сборной по тэквондо Сергей Косяненко. И речь пойдет о развитии этого восточного боевого единоборства и о предстоящем всероссийском турнире, который пройдет в эти выходные. А на сегодня это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова